Во-первых, дивизию сразу назвали не украинской, а галецкой. Это была принципиальная позиция Гиммлера, под эгидой которого и создавалась эта часть. Немцам важно было подчеркнуть, что они не поддерживают идею о независимости Украины. Во-вторых, язык отдачи приказов в дивизии немецкий. Украинский язык при этом всегда находился на вторых ролях. В-третьих, командирами дивизии были немцы. Более того, весь командный состав вышел из рядов СС. А это, как известно, военизированное формирование нацистов, которые отвечали за уничтожение неугодных рейху людей. В их ведении находились концлагеря. Именно СС выполняли всю грязную работу в фашистской Германии. Не случайно Нюрнбергский процесс признал всех, кто входил в состав СС, военными преступниками. И, наконец, каждый боец дивизии Галиция присягал Гитлеру, а не Украине. Присяга дивизии СС Галиция. Я присягаю перед Богом этой святой клятвой, что в борьбе против большевизма буду беспрекословно подчиняться высшему руководителю немецких войск Адольфу Гитлеру и хочу, как отважный солдат, посвятить свою жизнь выполнению этой клятвы. Интересы немцев и украинцев явно не совпадали. Но украинцы этого как будто не замечали, а Гитлер был искушенным политиком. Его отдел пропаганды – величайшее изобретение нацистской Германии. Интересно, немцы же обставили это очень грамотно. 28 апреля во Львове было торжественное заседание, на пленку это все снималось с цветами, девушки в национальных одеждах, представители различных нацистских и германских властей, НСДП, нацистской партии. И вот как присоединяетесь к борьбе с большевизмом. Немцы были мастера на эти пропагандистские мероприятия. Все очень красиво было обставлено. Наверное, это на молодых людей производило сильное впечатление. После всех торжеств начались будни военного времени. Дивизия хоть и была сформирована, но оказалась совершенно неподготовлена. Ее части раскидали по оккупированной территории. Основным центром подготовки стал тренировочный лагерь СС в польском городке Гембецен. Некоторые полки попали в район Белостока и к Дыне, часть в Восточную и Южную Францию. Более двух тысяч офицеров отправили в Германию для подготовки в соответствии с требованиями СС. За всей суетой глава Украинского комитета не забыл поблагодарить оккупационные власти за возможность воевать против большевиков. Телеграмма господину генерал-губернатору Краков. Ваше превосходительство, по случаю акта государственной важности в столице Галиции я передаю от имени украинского народа Галиции выражение глубочайшей благодарности правительству Германского рейха за возможность для украинцев с оружием в руках участвовать в борьбе против большевизма. Весь украинский народ Галиции испытывает чувство искренней благодарности к фюреру Великогерманского рейха за разрешение сформировать охранную дивизию СС Галичина. Я прошу вас, ваше превосходительство, передать фюреру эту благодарность. Руководитель главного украинского комитета профессор доктор Кубиевич. Опять же я хочу сказать, что с одной стороны туда попали молодые люди, которые там ненавидели Москву и думали, что они там что-то там создадут, будут там бороться за украинскую государственность. И в том числе там были уже люди, которых можно назвать военными преступниками, у которых уже были руки все в крови. И вот этот вот симбиоз, он вот и получился. Через год дивизию посетил сам Гиммлер. Он проинспектировал войска на учебном полигоне в польском местечке Нойхаммер. И остался вполне доволен боеспособностью частей. Однако уже через пару месяцев станет ясно, как сильно заблуждался рейхсфюрер СС. К этому времени ситуация на фронте для немецкой армии складывалась уже катастрофически. Германия вот-вот могла потерять контроль над западной Украиной. И тогда советские войска беспрепятственно попадали в Южную Польшу. Немецкое командование решило перебросить дивизию СС Галиция именно на этот участок фронта, в западную Украину, недалеко от местечка Броды. Здесь летом 44-го года дивизия вступила в свой первый бой с Красной армией. Через несколько дней она попала в окружение. Из воспоминаний штандартенфюрера СС Порфирия Селенко. В Бродском кольце в передовых частях не осталось ни одного немца-офицера, а молодые немецкие унтеры под разными предлогами стремились уйти в тыл. К тому времени Красная армия научилась воевать. Это уже была не просто армия, это такой, знаете, был мощный кулак, почти что каток. И она прошлась по этим всем укреплениям, несмотря на то, что там немцы сражались, нанесли контрудар, вся группировка вокруг Броды была окружена и практически целиком уничтожена в течение четырех дней, что говорит о том, до какой степени Красная армия уже была сильна. Что за четыре дня там группировку более 50 тысяч человек просто уничтожили. 30 тысяч просто было убито. Остальных взяли в плен. Из котла под Бродами вырвалось около 500 бойцов дивизии Галиции. Часть из них разбежалась, часть вернулась к немцам. Их отправили на отдых в тот же тренировочный лагерь Нойхаммер. Там немецкое командование укрепило дивизию резервным полком и пятью полицейскими батальонами. Но перед новым составом дивизии немцы ставили уже совершенно иные задачи. Для этой дивизии это был единственный бой. Почему-то в современной Украине националисты этим гордятся. Я не знаю почему. Гордиться-то особо нечем. По-моему, Красная армия должна гордиться, что так быстро уничтожила эту дивизию. А они это празднуют. Но это их дело. После Брода в дивизию СС Галиция уже не отправляли на фронт. Ее перебросили в Словакию на борьбу с партизанами. Для галичан в этом не было ничего нового. Еще до Бродов нацисты активно использовали дивизию в карательных акциях против местного населения и в антипартизанских операциях. Отдельные части, как, например, 201-й батальон Евгена Побегущего, еще до присоединения к дивизии участвовали в подобных боевых операциях. Поэтому в дивизии присутствовали опытные бойцы. Убийство мирных жителей, поджог деревень, расстрелы коммунистов, уничтожение партизан. Все это было будничным занятием для солдат СС. Так, 23 февраля 1944 года части Галиции попытались войти в польское село Гутапинятска. Небольшое село ничем не отличалось от сотен других, около 200 домов и тысячи жителей. Однако здесь имелся свой отряд самообороны. Его бойцы, благодаря связям с советскими партизанами, были неплохо вооружены. Поэтому украинским войскам дали достойный отбор. В том бою части дивизии СС Галиция понесли свои первые потери. Чуть позже двое украинских солдат были похоронены со всеми почестями недалеко от места боя. Но их товарищи вернулись в село, захватили его, сожгли все дома и уничтожили всех жителей. И таких эпизодов на счету дивизии СС Галиция было немало. Она отметилась целым рядом преступлений против местного населения в Польше. Она участвовала в подавлении словацкого восстания. Это задокументировано. Существует очень много документов на эту тему. Конечно, это даже до сих пор создает проблемы во взаимоотношениях поляков с украинцами. Большая часть служивших в дивизии СС Галиция оказались в британском лагере в Италии под Риммини. Выдачи Советскому Союзу они избежали. Одна из причин – защита Ватикана. Папа Пий XII счел этих солдат хорошими католиками и преданными антикоммунистами. Перед англичанами встал вопрос, что делать с этими людьми. Выдать их нельзя, содержать дорого. Выход нашелся, самый простой. Великобритания выдала бывшим эсэсовцам английские паспорта и привезла их в Лондон. Их поселили в Ноттингеме. А дальше для них началась обычная мирная жизнь. Поиски работы, обустройство дома, семейные хлопоты. Почти 5000 англичаник себе привезли. Другая часть дивизии в большом составе мигрировала в Канаду. Ну и мелкими группами некоторые сели в США, обманным путем, кстати, въехав в Америку, подделывая документы, что они там честные какие-то граждане, партия. И даже не говорили о том, что они боролись с коммунизмом, а что просто они были или просто солдатами, или просто бежали от большевизма. Не упоминая, что были эсэсовцами. То есть вот эту героическую свою сторону, что они эсэсовцы, они потом, в 90-е годы, стали подчеркивать. А в 60-е, 70-е многие себя в грудь не били, что они эсэс. Про них вспомнили только в 70-е. В мире в то время стали изучать Холокост, начали открываться архивы, создаваться научные центры. Появилось много новой информации. Одно судебное дело потянуло за собой другое. По Америке, Канаде, Англии и Германии прокатилась волна расследований и судебных процессов над бывшими военными преступниками. Но потом все тихо сошло на нет. Америка и Канада предпочли замолчать эту тему. В Англии из нескольких тысяч осевших тамгаличан наказание понес лишь один. Остальные мирно доживали свой век в собственных домах и наравне с настоящими ветеранами получали пенсии и льготы. Командир 201-го батальона, Евгений Побегущий, спокойно жил в Германии, умер, по-моему, в 94-м году, или в 95-м году в возрасте 94-х лет. И даже орден получил от Ватикана за то, что был таким религиозным человеком, бывший гаутман СС. А то, чем он занимался в этом батальоне, это как бы никого не волновало. Это и есть политика двойных стандартов.